Масловка, село Лискинского района, расположено на левом берегу реки Корец, 20 километрах от города Лиски. Основано в конце 1760-х годов украинскими крестьянами. Названо по фамилии Алексея Михайловича Маслова, владевшего Слободой в 18 веке. Входило в состав Бобровского уезда. В 1781 году построена деревянная Николаевская церковь, перестроенная в конце XIX века в каменную по проекту Мысловского. Храм восстановлен на средство его восточной железной дороги. В 1855 году, в период Крымской войны, в Масловке, как и во многих других селах России, было сильное волнение крестьян. Поводом для него послужил царский манифест и воззвание Синода о народном ополчении. Среди крестьян распространились слухи о том, что люди, которые пойдут в ополчение, получат волю и выйдут из крепостной зависимости. После объявления Синодского воззвания, крестьяне Масловки, бывшие в то время в крепостной зависимости у помещика Звягинцева, посылали своих ходоков в Воронеж, а затем в Петербург, для выяснения вопроса об ополчении. А в Масловке крестьяне перестали подчиняться управляющему помещика, отказались от барщины и заявили, что в помещичьем владении быть не хотят. Тогда по распоряжению губернатора в Масловку были направлены Бобровский предводитель дворянства, земский исправник и соборный протеерей с целью заставить крестьян подчиняться своему владельцу. Это не помогло. 29 июня 1856 года в Масловку прибыл сам губернатор с воинской командой, 250 человек. Команда схватила 22 зачинщиков, пыталась их подвергнуть наказанию, но тогда крестьяне с криком «Не выдадим товарищей!» бросились на солдат. Произошла рукопашная схватка, в которой 9 крестьян было ранено. В 1900 году в Масловке имелось 4 общественных здания, церковно-приходская школа, министерская школа, 18 витряных мельниц, 7 лавок, действовали базар и ярмарка. С июля 1942 года по январь 1943 года село Масловка входило во фронтовую зону. Жители были эвакуированы в восточные районы Воронежской области. В Масловке дислоцировались подразделения 309-й стрелковой дивизии. Рядом с селом Масловка, на территории усадьбы Звегинцево, находится санаторий имени А.Д. Цурюпы. Начиная с 1995 года в селе Масловка неоднократно бывали члены семьи Звегинцевых, живущие за границей. Население. В 1859 году оно составляло 1210 человек. А в 2011-м 233 человека. В 2007-м 196. Входит в состав Нижнекорецкого сельского поселения. Территориальное село Масловка находится в 25 километрах от города Лиски и в 100 километрах от города Воронеж. Недалеко от самого села располагается Затондрик и Корец. В 4 километрах от села находится санаторий имени Цурюпы и два детских лагеря Ракета и Золотой Колос. Улица Виневитина является единственной в селе Масловка. В апреле 2017 года в селе открылся историко-энтнографический музей охоты, в фондах которого более 260 экспонатов со всей России, в том числе коллекции охотничьего оружия, рогов благородного оленя, европейской косули и лани с уникальными экспонатами 1944 года, 1952-1973 годов. В центре Масловки находится церковь Николая Чудотворца, православный храм Воронежской и Лискинской епархии. Дмитрий Самбикин в документах середины 1880-х годов отмечал церковь в Слободе Масловка, Бобровского уезда, деревянная, построена в 1781 году генералом Масловым на каменном фундаменте. Колокольня за ветхостью разобрана по распоряжению епархиального начальства. Церковный дом, один штат, хутор духовой, четыре версты. Церковь была деревянная, быстро ветшала и постоянно требовала поддерживающего ремонта. Немало проблем в церкви было и в противопожарном отношении. И вот на радость прихожанам, 19 сентября 1893 года, сподобающий такому случаю торжественностью, был освящен новый пятиглавый великолепный храм Николая Угодника, построенный взамен деревянной церкви. Храм был построен по проекту известного воронежского архитектора Мысловского. По мнению специалистов и знатоков православного храмостроения, эта церковь – одна из самых оригинальных в Воронежском крае, отличающаяся сложной пластикой объемов и богатым декором, восходящим к традициям византийской архитектуры. Церковь строилась в чане Масловского церковного приходского попечительства, но самую значительную лепту в финансировании строительства внес Звегинцев, владелец расположенного поблизости поместья Марусина, ныне санаторий имени Цурюбы. На рубеже XIX-XX веков в штате церкви числились священник Николай Поликарпов, дякон Иоанн Дагаев, псаломщик Федор Ермолаев. Дворов в приходе в это время насчитывалось 291, и в них проживало 1746 человек. В начале 1930 года церковь закрыли, предварительно разграбив все содержимое храма и богатейший иконостас. Из храма ушла жизнь, и каменное строение стало фактически мертвым. Его использовали как склад, потом в нем располагалась мельница. Церковь пришла в полное запустение, лишь ветер свистал в проемах куполов, где полным хозяевами стали голуби да вранье. С годами исчезла церковная охрада, сравнялись с землей могильные холмики, и долгие последующие десятилетия сиротливо возвышалась церковь, как немой укор людям за поругание и осквернение. Но все же можно сказать, что у Масловского храма счастливая судьба, ведь он не был взорван, не был порушен и дождался своего часа. В последнее десятилетие XX века люди повернулись к нему лицом. 13 апреля 1995 года в селе Масловка собрался солидный архитектурно-проектный консилиум, призванный определить, что и как нужно делать для восстановления храма. После осмотра его состояние было оценено как удовлетворительное, и развернулись ревростационно-восстановительные работы. Общими усилиями храм обретал вторую жизнь. В декабре 1997 года на реставрируемый храм Николая Чедотворца было поднято 7 кулаколов, отлитых в Воронеже. Самый большой из них весит 2,5 центнера. В октябре 1998 года храм в Масловке освободился от внешних строительных лесов и открылся взору лискинсов во всей красе. Лишь в начале XXI века, когда было принято решение об организации на базе Масловского храма, подворья Девногорского Успенского мужского монастыря, появилась надежда на завершение восстановительных работ. Указом правящего архиерея, настоятелем храма был назначен иеромонах Дионисий. Трудами батюшки вновь стал восстанавливаться. Благодаря помощи благотворителей, основные работы по его восстановлению были завершены в 2007 году. На церковной территории возведены подсобные постройки, жилой корпус, гостиницы для паломников. 9 декабря 2007 года митрополит Воронежский Борисоглебский Сергий совершил освящение Никольского храма. В память об освящении владыка подарил церкви Казанскую икону Пресвятой Богородицы. Постановление администрации Воронежской области номер 850, а 14 августа 1995 года церковь является объектом исторического и культурного наследия областного значения.